Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы с вами потренируемся, как правильно ответить на вопрос, о чём говорится в диалоге. На лекции чтения мы попробуем правильно подобрать слово по смыслу в предложение. Давайте для начала переведём диалог на русский язык. 누구예요? Это кто? 이 사람은 형이고, этот человек, старший брат. 이 사람은 동생이에요. Итак, вопрос к этому диалогу. Нам нужно найти, о чём говорится в диалоге. То есть нужно ответить на вопрос, о чём этот диалог. В этом диалоге, если вы обратили внимание, у нас есть слова 형, старший брат, и есть слово 동생, младший брат. Чтобы правильно ответить, нужно подумать, какое слово объединяет два слова 형 и 동생. Давайте посмотрим на варианты ответов. Номер один, 가족, семья. Номер два, 이름, имя. Номер три, 선생님, учитель. Номер четыре, 부모님, родители. 정답. Правильный ответ, номер один, 가족. Слово 형 и 동생 как раз объединяется в категорию 가족, семья. 11번. 점심 드셨어요? 네, 김밥 먹었어요. Я ел 김밥. Давайте переведём диалог на русский язык. Чомсим 드셨어요? Вы пообедали? 네, да, 김밥 먹었어요. Я ел 김밥. Чтобы правильно ответить на задание, нам нужно подумать, какое слово может объединить чомсим и 김밥. Давайте посмотрим на варианты ответов. Номер один, кушать либо еда. Номер два, 기획, план. Номер три, 시간, время. Номер четыре, 건강, здоровье. Итак, слово чомсим, обедать, либо обед, и 김밥 может объединится в одну категорию. Как раз это будет у нас покушать или еда. 정답. Это и есть номер один, 식사. 12번. 이번 생일에 뭘 받고 싶어요? 컴퓨터를 받고 싶어요. Давайте переведём на русский язык. 이번 생일에 뭘 받고 싶어요? Что, что вы хотите получить на этот день рождения? Компьютеры 받고 싶어요. Я хочу получить компьютер. Итак, у нас с вами даны здесь такие слова. 생일, день рождения. 뭘 받고 싶어요? Что вы хотите? И ответ. Подкус 싶어요, компьютеры. То есть, что-то я хочу получить. Что может объединить эти слова? Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один, 친구, семья. Номер два, 소포, посылка. Номер три, 약속, обещание. И номер четыре, 선물. 정답. Правильный ответ номер четыре, 선물, подарок. В этом диалоге собеседники как раз говорят о подарке. 13번. 지금 비가 와요? 네, 많이 와요. 그리고 좀 추워요. Давайте переведем диалог на русский язык. 지금 비가 와요? Сейчас идет дождь? 네, да, 많이 와요. сильный. 그리고 좀 추워요. И немного холодно. Если мы посмотрим на ключевые слова, это будут пи, дождь, и чуао, холодно. Давайте подумаем, какое слово может объединять эти два. Варианты ответов такие. Номер один, 날씨, погода. Номер два, 달력, календарь. Номер три, 하루, один день. Номер четыре, 고향, родина. Итак, если идет дождь и холодно, то это значит очень холодная и дождливая погода. 정답. это есть наш правильный ответ. Номер один, 날씨. 14번. 여기서 서울역까지 가는 버스가 있어요? 한 번에 가는 버스는 없으니까 지하철을 타고 가세요. Давайте переведем сначала на русский язык. 여기서 서울역까지 отсюда до станции Сеул 가는 버스가 있어요? Есть автобус? 한 번에 가는 버스는 없으니까. Так как нет автобуса, который бы сразу туда шел. 지하철을 타고 가세요. Поэтому, едьте на метро. Итак, в нашем диалоге прозвучали такие слова, как боссы, автобус, и театр, метро. Прежде чем ответить, давайте подумаем, какое слово объединяет слова боссы и театр. А теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Итак, в этом задании нужно прочитать текст и выбрать из четырех вариантов неверный по смыслу ответ. Давайте посмотрим на наше задание. В этот раз у нас с вами объявление. Давайте его вместе переведем на русский язык. Итак, 인형 пангмульган анне. Информация о музее игрушек. Следующая строчка написана йоэль, означает дни недели. Ха йоэль путо, и рёэль ка дзи, то есть написано со вторника по воскресенье. Следующая строчка идет сиган, время. А оп си путо, сип ку си ка дзи, с девяти утра до семи вечера. На следующей строчке написано йоэль, означает вход, цена билета. О чонон, пять тысяч вон. И внизу есть предложение. Чи сэ и ха до семи лет. О рине ге детям. Ча гэн и нёгэ ты ремни. Да, даем маленькую игрушку. Получается, что детям до семи лет мы даем маленькую игрушку. Видимо, в подарок. Итак, нам даны четыре варианта ответов. Из них нужно выбрать тот, который не подходит по смыслу с текстом. Давайте их переведем для начала на русский язык. Номер один. О чонвонэль немнида. Платить пять тысяч вон. Номер два. В понедельник открыт. Номер три. О рине га кальсу и семни да. Дети могут пойти. Номер четыре. О ху и льго псе к нам ни да. После обеда в семь часов заканчивается. Итак, чтобы найти предложение, которое не подходит по смыслу, нам нужно посмотреть на сам текст. Номер один. Написано, что платить пять тысяч. Давайте посмотрим на текст. Сколько же у нас был вход? Итак, цена за вход была пять тысяч вон. То есть это правильное или верное утверждение. Номер два. В понедельник открыт. То есть этот музей в понедельник открыт. Давайте посмотрим дни недели, когда работает музей. Было написано, что он работает со вторника по воскресенье. Это означает, что в понедельник музей отдыхает. Мы с вами нашли неверный ответ. Чонг да. Это номер два. В понедельник музей открыт. Но давайте все-таки посмотрим третий и четвертый вариант. Итак, третий вариант был. Дети могут туда пойти. То есть дети могут пойти в музей. Так это и есть, потому что это музей игрушек. И детям до семи лет дают маленькую игрушку. То есть музей для детей. И номер четыре. После обеда в семь часов заканчивается. По-корейски говорят оху или гопси. Но мы по-русски лучше переведем как вечером. До семи часов вечера. Это тоже правильное утверждение. Давайте переведем текст на русский язык. Итак, наверху идет заголовок. Вэйгугинэр ви хан хангук норэ моим. Кружок корейских песен для иностранцев. Хангук норэ рэ. Корейские песни. Пеогу сипсимника. Хотите научиться. Получается, хотите научиться петь корейские песни? Кэром. Тогда ури норэ моимэ усео. Тогда приходите в наш кружок песен. Хангук чингу дэль ту. Здесь также можно с корейскими друзьями. Манальсу и Сэмнида. Познакомиться. Или. Здесь также можно встретиться с корейскими друзьями. Иль си. Время. Кэмйоэль оу ху. Пятница после обеда. Ту си пу то дэй си ка зи. С двух часов до четырех часов. Чангсо переводится как место. Самчинг. Третий этаж. Самбэ ку ху кё сель. Класс 309. Получается, место это класс 309. Третий этаж. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта, предложенных нам как ответы. Номер один. Самчинг кё сире сао маннам ньи да. Встречаются в классе на третьем этаже. Номер два. Мо имэ сао нореры пеум ньи да. В кружке учат песни. Номер три. Дэ сиэ мо имэ сизя камни да. Кружок начинается в четыре часа. Номер четыре. Мо имэ хангук сарам дэри и сэм ньи да. На кружке будут корейцы. Итак, нам нужно с вами найти предложение, которое не соответствует по смыслу с текстом. Первое предложение встречается в классе на третьем этаже. Оно верное, потому что, как вы помните, место было 309 кабинет, 309 класс на третьем этаже. Во втором варианте в кружке учат песни. Это тоже правильное утверждение, потому что как раз это кружок для тех, кто хочет научиться петь корейские песни. Номер три. Кружок начинается в четыре часа. Давайте посмотрим на объявление. Если вы заметили, на объявлении было написано, что время пятница после обеда с двух часов до четырех. Получается, кружок начинается в два часа. Это утверждение неверное. И давайте посмотрим на четвертый вариант. На кружке будут корейцы. Это тоже верно, потому что было такое предложение, что здесь также можно встретиться с корейскими друзьями. Итак, мы с вами нашли неверное утверждение. И это номер три. Давайте вместе переведем на русский язык. Ирым. Имя. Кимминцу. Кимминцу. Ииль. Иве. Самиль. Ииль означает в день. Иве. Два раза. Самиль. Три дня. Получается, в один день, два раза и три дня. Внизу три слова. Ачим. Чомсим. И чонёк. Утром. В обед. И вечером. И обведены из них два слова. Это. Ачим. Утром. И чонёк. Вечером. На следующей строчке написано. Сиксаху. Самсиппун. После еды. Спустя тридцать минут. И внизу написано. Сонгсонг. Якок. Аптека. Сонгсонг. Номер один. Чомсиме. Яголь моксымнида. В обед принимают лекарства. Номер два. Пабыль мокку. Яголь моксымнида. Лекарства принимают после того, как поезд. Номер три. Самильтонган. Яголь моксымнида. Лекарства принимают в течение трёх дней. Номер четыре. Кимминсу сега. Яголь моксымнида. Кимминсу принимает лекарства. Теперь давайте попробуем выбрать ответ, который не подходит по смыслу с текстом. Итак, в номере 1 у нас говорилось, что этот человек должен принимать лекарства в обед. В обед принимают лекарства. Но если мы посмотрим на выписку, то у нас было два слова выделенных. Это было утром, ачим, и это было вечером, чонёк. То есть Ким Мин Су должен принимать лекарства два раза в день, утром и вечером. В обед он его не принимает. Это неверный ответ. Но давайте ещё посмотрим на остальные три. В номере 2 говорилось, что лекарства принимают после того, как поест. И если вы посмотрите на выписку, там было написано, что лекарства нужно принимать после еды, спустя 30 минут. Оно так и есть. Теперь давайте посмотрим на третий вариант. На третьем варианте мы знаем, что лекарства принимать нужно в течение трёх дней. И на выписке тоже было написано три дня. То есть лекарства нужно принимать в течение трёх дней. И номер 4. Ким Мин Су принимают лекарства. Если мы посмотрим на выписку, то самая первая строчка, как раз было написано имя Ким Мин Су. То есть для этого человека и выписаны были лекарства. Чонгдап. Мы с вами определили неверный по смыслу ответ. Это номер 1. Чонгсиме ягольмоксимнида. Сегодня на лекции аудирования мы с вами научились правильно определять место расположения собеседников. Чтобы правильно определить, где находятся собеседники, нужно не только найти ключевые слова в диалоге, но также знать перевод слов о данных выборе для ответа. Сегодня на лекции чтения мы научились находить ответ, который не описывает то, о чём говорится в тексте. Также тексты, которые мы прошли сегодня, это разные объявления, которые часто можно увидеть. Среди заданий также была инструкция по применению лекарства. Эта форма инструкции одинакова и используется во всех корейских аптеках. Так что она вам может помочь, если вам вдруг будут прописаны лекарства. Спасибо и всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова